всем привет с вами сергей проект по и у меня в руках новиночка вот буквально сейчас поступает третья книга максима шатама в серии звезды мирового детектива в продажу а я вот вам про первую рассказал и вот про эту я тоже вам сейчас расскажу это отдельная книга она не входит ни в какой-то цикл потому что здесь завершенная история и принципе тут даже не совсем детективная хотя хотя обо всем по порядку и так издана все как мы видим у азбука издана прекрасно есть даже вот это переливающая обложка надеюсь вам видно все белоснежные страницы читается все в захлеб быстро прочитывается эта история история не интересная по своему сюжету на что похоже да в принципе как тут и не зря его сравнивают именно стилье с гранжа вот послевкусие похоже действительно да главный герой главный герой это парниша юго его бросила девушка и он чтобы как-то пережить все это соглашается на предложение поехать в какой-то горнолыжный курорт который называется валькарес на летние работы там будет мало людей замкнутый коллектив зато природа все дела будет он там разнорабочим и он зато сможет переключиться как-то потихоньку там переварить всю эту информацию и не так много там будет работать туристов нет а надо просто там где-то лес рубить где-то почищать убирать территорию ну про разные такие работы делать и вот он прилетает туда его на машине туда завозит девушка по серпантину где показывается же там собственно действительно одна дорога туда добраться и он попадает в этот курорт в этот там небольшой такой по сути несколько зданий но так интересно построены причем даже построена в определенной последовательности в определенной форме это будет еще обыгрываться и он попадает туда там нет интернета там все довольно необычные персонажи он с ними будет знакомиться взаимодействовать и работать и естественно его заинтересует тайна потому что он видит что нелегко там будет находиться шале такой домик в котором вроде бы как владелец живет а что за владелец он как-то случайно с помощью там где-то с разговоров и так далее узнает что владелец это некий фокусник который отошел от дела он тогда там есть все-таки одно точка где можно интернетом воспользоваться он это делает узнает что это фокусник мега крутой он прям такие классные делал фокусы что фурор такой производил собственно произведение начинается того что описывается один из таких вот фокусов как он что делал и как это было круто и что не раскрыты эти фокусы но внезапно потом отошел отдел и даже главный герой естественно тут потихонечку он начинает этим интересоваться что это такое и вокруг него начинают тоже происходить странные дела не зря нам а роман называется иллюзия потому что здесь как раз иллюзионист вот там фокусник вроде живет здесь какие-то непонятные начинают происходить с ним истории то там какие-то голоса он слышит какие-то разговоры кита шума потом где-то в лесу он находит странные там черепа что-то еще и нам потихонечку вот эта атмосфера сгущается и мы чувствуем что-то вокруг этого главного персонажа происходят какие-то таинственные истории и непонятность девушка которая здесь была до него как она уезжает куда она странная история с пропажей вроде как он с ней хотел встретиться она внезапно пропала таксисты отвез что за таксист много много вопросов непонятного и он в это погружается с головой пытается еще нет некоторых девушек с ними там общается подключить к этому расследованию знать давайте сходим узнаем что это за там владелец там подбить кого кого-то найти на такое мини расследование то есть возомнить себя и таким сыщиком и будет разбираться что же здесь проходит тем более будет находить подтверждение определенным вещам каким-то странным каким-то пугающим я же говорю там некоторые сцены такие дрожь будут выбирать но концовка концовка удивляет концовка раскрывается что здесь на самом деле происходило почему роман иллюзия и что здесь правда что нет и запоминающийся если вам говорю помните недавно про союз хищников где там действовало несколько маньяков одновременно до неожиданная такая фишка то и фишка этой книги я думаю запомнится но не буду ее раскрывать все-таки прочтите ну или в комментариях мы там с вами обсудим уже со спойлерами если вдруг интересно так вот для не буду портить вам впечатление роман понравился максим дро ну максим шата его псевдоним пишет действительно классно интересно я обязательно буду следить за его творчеством дальше жду следующую книгу из цикла там парижский отдел расследования где союз хищников был который вот-вот уже поступит в продажу надеюсь продажи самой издательства азбука радуют и будут выходить последующие тома оформлено отлично атмосферно все я такие триллеры люблю почитать строго 18 плюс даже не за то что там сцены секса где-то там описываются а как раз таки за там мрачные тайны которые будут раскрываться и как она там все это описывается я думаю это строго из-за этого ну будоражащая такая книжка запоминающийся так точно читайте хорошие книги а с вами был сергей проект по пока а